Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я приглашаю вас погулять по территории усадьбы Михалкова. Это сохранившееся в черте Москвы загородное имение князей Дашковых и графов Паниных. До конца XVIII века эта усадьба считалась одной из красивейших усадеб Подмосковья. Тогда это было Подмосковье. Расположена усадьба практически на берегу Головинских прудов, которые в прошлом были частью приусадебного пейзажного парка. Сейчас эта усадьба находится вблизи станции МЦК Коптева. Буквально пройти там каких-то несчастных 50-100 метров и вывод в этом красивейшем парке. Здесь в наши дни благоустроен общедоступный парк, но доступ к саму усадьбу закрыт. Ну, парк здесь перед чемпионатом Европы очень хорошо благоустроили. Здесь на территории сохранились два пруда – Верхний Михалковский и Нижний Михалковский, вокруг которых проложены прогулочные аллеи с большим количеством лавочек для отдыха. Аллеи сообщаются с пешеходными тропами парка у Головинских прудов, образуя такой единый садово-парковый ансамбль. Здесь у этого места, у этого усадьбы, у этой имени очень большая, длинная, интересная история. Ну, то есть от, скажем так, расцвета при графе Петре Панине, который сделал ее своей летней резиденцией, построил садебный ансамбль, она превратилась в рабочий поселок при ситцевой фабрике. Основная часть этого архитектурного ансамбля сформировалась в 1780-1784 годах, когда ею владел граф Петр Панин. Автор проекта этой усадьбы неизвестен, но считается, что это мог быть Василий Баженов. Кромплекс выстроен из красного кирпича в псевдоратическом стиле, и он подражает Бендерской крепости, взятой войсками под командованием Панина в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Здесь парадный двор ограничен оградой, в которую встроены 4 жилых флиделя. Для въезда на территорию предусмотрены 3 пары ворот, южные, западные и восточные, с массивными 10-метровыми башнями. Пустота ограды составляет 2 метра, даже больше, как и остальные усадебные постройки, она выполнена из красного кирпича, и ограду венчают ряды кокошников. Южные ворота усадьбы центральные, которые я Вам уже показала, они имеют более пышное декоративное оформление. Основание башен имеет восьмидранную форму, и их фасады украшены лопатками, карнизом таким сухариками, и вершину венчают дебелиновые зубцы, или ласточкин хвост, как их называли. Башни восточных и западных ворот оформлены проще, они имеют четырехгранную форму, завершаются острыми пирамидками и кокошниками. Здесь же на территории усадьбы сохранились две малые беседки-ротонды, установленные симметрично по обе стороны от острада Михалковских прудов. Ротонды выполнены в регулярном английском стиле. Одна из них стоит на берегу Большого Головинского пруда, а вторая в глубине усадебного парка к востоку от Нижнего Михалковского пруда. В прошлом на территории усадьбы также располагались деревянный господский дом и большая ротонда, использовавшаяся в качестве галереи с бюстами членов семьи Паниных, но они до наших дней не сохранились. Ну да, и чуть дальше за усадьбой я вам потом покажу уже вне парковой зоны по улице Михалковская дом 42. Также можно найти дом Василия Йотиша, управляющего, а затем и владельца имения. В 19 веке здание было построено в 1781 году по проекту Александра Каминского, но это тема другого видео. А пока давайте мы с вами погуляем по парку. Я вам немножко тут всего покажу и расскажу. Да, и, кстати, здесь вы сейчас можете увидеть памятник Зои Космедемьянской. Я не знаю, с чем связано, что здесь поставлен памятник. Возможно, потому что Зоя сама была родом из этих мест. Она училась в школе, которая находится возле метро Войковска, недалеко отсюда. Возможно, это как-то взаимосвязано. Вот так вот стоит просто памятник. Никаких здесь таких монументов, никаких сюда каких-то дорог не проложено. Просто вот так вот среди деревьев, среди этой красивейшей природы этого парка стоит памятник Зои Космедемьянской, и возле него лежат цветы. Ну, что касается истории этой усадьбы, то первое упоминание об этом селе Михалково относится еще к XVI веку. Но точных данных никаких в истории не сохранилось. С середины XVII века село с окрестностями попадает в руки князя Ивана Дашкова, служившего начальником разбойного приказа, и становится вотчиной Дашковых, переходя по наследству сначала к его сыну Андрею, потом к внуку Ивану, затем к правнуку Михаилу. При Михаиле Ивановиче в Михалкове был разбит плодовый сад и засеяны поля, а также вырыт большой пруд для разведения рыбы. Центром села был деревянный усадебный дом, вокруг которого располагались крестьянские дворы. Однако в 1764 году Михаил Дашков умирает в возрасте всего 28 лет, оставив усадьбу в наследство своей супруге Екатерине Дашковой Воронцовой, которая была близкой подругой Екатерины II. Дашкова прожила в усадьбе пять лет, но в 1769 году решила уехать за границу ввиду разлада своих отношений с императрицей и продала Михалкова своему дяде и опекуну графу Никите Панину. Никита Панин, будучи видным государственным деятелем, постоянно находился в Петербурге и не нуждался, в принципе, в подмосковной усадьбе. Поэтому в 1772 году он подарил ее своему брату Петру Ивановичу, находившегося в Апале при дворе за большие потери, которые понесли его войска при взятии Бендесской крепости под его командование. В то время, когда это случилось, Михалкова на тот момент представляла собой родовую помещичью усадьбу с деревянным домом, но Петр Панин сумел организовать при ней доходное хозяйство, решил обустроить здесь свою летнюю резиденцию. В 1780-1784 годах на территории был построен усадебный ансамбль. Строительством руководил семейный архитектор Паниных Петр Плюсков, предположительно по проекту Василия Баженова. В Лиде Леоградо ворота с башнями – все это было выполнено из красного кирпича, а Господский дом Панин пожелал видеть небольшим и деревянным. Также при усадьбе появились оранжереи, что подчеркивало ее статус, ее богатство, а на берегу Головинского пруда был разбит обширный пейзажный парк с прудами. И при Панине усадьба Михалкова стала известной в светском обществе, здесь часто бывали гости, устраивались торжества. После смерти Петра Панина в 1789 году усадьба переходит к его сыну Никите, а тот в 1797 году продает ее Ивану Алонкину, известному жестким обращением с трепостными. И при нем усадьба приходит в упадок. Часть земли Алонкину уже в 1798 году продал купцу Турченинову, который здесь разместил ситцевую фабрику, а плодовый сад и оранжереи были ликвидированы. Постройки использовались для производства, либо просто ветшали и разрушались. В 1803 году Михалкова вместе с усадьбой и ситцевой фабрикой выкупил предприниматель Дмитрий Грачев. Он и его потомки стали развивать ситцевое производство, страны неплохо продавались в Москве, и усадьба окончательно превратилась в рабочий поселок. Деревянный господский дом в эти годы полностью развалился. В 1820-1830 годах Грачеву стали потихонечку отходить от хозяйственных дел и поручили управление фабрикой в Михалкове немцу Василию Йотишу, как его звали Вильгельму Августу, на самом деле Йотишу. Йотиш успешно управлял производством и перевел его на выпуск более дорогого сукна, а потом выкупил производство у хозяев, реагнизовав его в товарищество сукронной мануфортура Йотиш. В течение XIX века Йотиш постепенно выкупил у Грачевых всю усадьбу и село. Михалкова организовав здесь целый город в городе для рабочих своей сукронной мануфортуры, с жилыми корпусами, больницей, школой и даже с театром. Товарищество Йотиша стало лидирующим производителем сукна в Москве. Во второй половине XIX века на фабрике в Михалкове работали уже 600 рабочих. И при таком масштабе производства Йотиш очень бережно относился к историческим баженовским постройкам парадного двора усадьбы и выделил средства на их реставрацию. Неподалеку от усадьбы, как я уже сказал, он построил для себя двухэтажный терпичный дом для проживания своей семьи, но в усадьбу, тем не менее, он лезть со своим домом не стал. Мы сейчас с вами гуляем здесь вот по набережной, так сказать, прудика. И я вам вот показала вот эту вот ротонду. А сейчас мы с вами подойдем, здесь еще есть две такие вот малозаметные достопримечательности. И сейчас я вот дойду и покажу вам их, потому что можно просто пройти мимо, даже не заметить, если не знать. Ну, конечно, природа здесь просто очень, просто очень красивая, восхитительная осень в Михалково, как и во всех сейчас парках было. Ну, вот, вот такая вот обычная такая вот серая штука. На самом деле, здесь есть табличка, на которой написано, это эти вот такие штуки стоят с двух сторон от этой ротонды. Вторую ротонду я не нашла, она там в глубине находится, поэтому я вам только одну ротонду покажу. Зато нашла вот такие вот две штуки. И вот здесь написано, что это линия обороны Москвы. Это пулеметные противоосколочные толпаки, советские бронительные сооружения, возведенные в начальный период Великой Отечественной войны. Вот. И второй такой толпак еще есть, я уже сказала, с другой стороны вот этой набережной небольшой. Ну, а история фабрики продолжалась дальше, как я уже сказала. Позже фабрику Йотиша выкупил бантир Николай Фторов, который обладал очень громаднейшим состоянием в России на тот момент. И этому бантиру Фторову фабрика принадлежала до Артиабской революции. В 1919 году производство было национализировано и переименовано в тонко-суклонную фабрику имени Петра Алексеева. Почему-то это сделали, переименовали в честь рабочего революционера, который никакого отношения к Михалкову не имел. В советские годы усадьба использовалась для нужд суклонной промышленности, а присадебный парк благоустроили для посещения жителями. Постепенно отрестности застраивались с жилыми и промышленными зданиями. Фабрика уже продолжала существовать даже после распада СССР и закрылась лишь в 2011 году. Вот второй такой толпа, которую вы можете здесь видеть. И мы с вами идем дальше. Еще немножечко по садьбе походим. Как я уже сказала, перед чемпионатом мира здесь постарались все благоустроить. В наши дни усадьба Михалкова и парк объявлены были объектами культурного наследия. В 2017 году здесь были проложены новые пешеходные тропы, велодорожки, устроили лавочки, фонари. В общем, благоустроили территорию. И сейчас это популярное место прогулок и отдыха местных жителей. Сюда приходят с животными, гуляют с детьми, по аллеям катаются велосипедисты, самокатчики. Здесь тихо, спокойно. И поэтому, наверное, здесь приятно привести досуг самым разным группам населения, скажем так. Так, здесь есть смотровая площадка, я вам сейчас тоже ее покажу. Вот мы сейчас к ней уже подходим. Вот такой мостик там вдалеке виднеется, который связывает два части этого прудика. Ну, что касается дома Йокиша, я вам уже сказала, это будет отдельное видео. А что еще сказать про усадьбу? Да вроде больше и нечего, кроме того, что сама усадьба, вот это вот, к сожалению, само здание, вот эта вот центральная часть усадьбы, к сожалению, она закрыта. Здесь уже в последние годы отдали в аренду частную организацию, которая закрыла вход. Вот так вот получается, что объект культурного наследия России для посетителей недоступен. Ну, по крайней мере, я читала в интернете, что вроде как на выходные можно туда попасть, на территорию, только в выходные дни. Но я была здесь в будний день, и поэтому не могу ничего сказать, так ли это на самом деле. Вот, и только можно обойти вот вокруг, посмотреть там за ворота. Не знаю. Вроде как в праздники работают. Вроде как не могу сказать. Ну, очевидно, что никакого музея, наверное, здесь нет. Просто вот новые арендаторы здесь. Ну, зато очень красивый парк. Зато здесь можно замечательно гулять. Желаю, конечно, чтобы в усадьбу не попасть, но музея из нее не получилось, потому что здесь долгое время была фабрика. И пока вот в частных руках, ну, хотя бы она цела, не разрушена, не разломана, не развалена, не в запустении. По крайней мере, даже если в частных руках, ну, хотя бы она, эта усадьба есть, и можно ею любоваться, гуляя здесь по этому замечательному парку. Здесь очень много уточек, очень большое количество уточек. Они себя здесь чувствуют так спокойно, им здесь вольготно. Никто их тут, видимо, не трогает, не обижает, не пугает. Просто очень спокойно, так миролюбиво. Все здесь, жизнь течет, уточки плавают. Здесь, кстати, вот виднеется, вот вы видите, вдалеке желтый домик такой. Вот таких домов здесь несколько. Они стоят как раз за домом Йотиша, если смотреть от дороги, ну, от пруда они стоят первые. И эти здания желтые тоже, они старых построек такие, это не новые дома. Они были здесь выставлены для работников этих предприятий, сукронной фабрики. Вот, но я не стала их особо подробно снимать. Я вам покажу дом Йотиша, который, по-моему, заслуживает того, чтобы его показать на самом деле. Вот, ну, это, повторюсь, будет уже в другом видео. Ну, добраться сюда можно, я уже сказала. Усадьба малоизвестная, поэтому, возможно, даже москвичи не знают о ее нахождении здесь. Здесь недалеко находится платформа Коптева МЦК. И также, вроде как, можно дойти от метро в водный стадион пешком. Я не знаю, я приехала на МЦК, я еще с МЦК увидела верхушечки вот этих вот башенок такого оранжевого цвета, кирпичного цвета. Адрес, в котором, адрес, где находится эта усадьба, это Михалковская улица, дом 38, Головинский район Москвы. Ну, это для тех, кому это интересно. Меня просто просят в своих видео или показывать адрес, или говорить адрес. Хотя сейчас все можно найти, в общем-то, на карте это все обозначено. Но я всегда прислушиваюсь, и раз люди просят, я, конечно же, скажу. Ну, вот давайте еще раз сейчас посмотрим. Мы уже идем к выходу, еще раз посмотрим на вот такие красивые ворота, которые, к сожалению, закрыты. Но что поделать? Веяние времени. Ну, а я с вами на этом буду заканчивать эту прогулку, буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам было интересно гулять по этому парку, потому что, мало того, что это место такое вот историческое, это еще и очень красивое место, очень красивый парк и очень-очень красивая осень. В этом году просто мне повезло, я в несколько дней успела погулять по золотой осени. Это просто сказочно красиво. Ну, и вот таким образом мы с вами выходим из этого комплекса. И на этом я с вами буду прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. С правой стороны сейчас вы видите дом Йокиша там вдалеке. Как видите, он построил себе дом за пределами этой усадьбы. Такой был человек, хотя он много сделал для этой усадьбы, и много здесь и реставрировал, и восстанавливал, и все. Ну, вот так. Ну, всем большое спасибо за просмотр. Я жду вас всех на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем всего самого-самого хорошего. Здоровья вам, самое главное, добра и благополучия. Всем пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok